Слава Тебе, Боже, да слава Тебе! Пресвятая Богородица, спаси нас! Светитель, очи наш, Николая, были Бога у нас! Светитель, очи наш, Николая, были Бога у нас! Светитель, очи наш, Светитель, очи наш, Николая, были Бога у нас! Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. 19 марта. Преподобный Иннокентий Комельский в Вологодске родился в Москве и происходил от рода московских князей Охлябиных. Он принял монашество в монастыре преподобного Кирилла Белозерского, 9 июня 1427 года умер, и был отдан в руководство преподобного Нилу Сорскому, 1508. Преподобный Иннокентий и Нил странствовали по Востоку и побывали в Палестине, Константинополе, провели несколько лет в афонских монастырях. Вернувшись на Русь, святые поселились не в самом Кирилла Белозерском монастыре, а в уединенной келье за монастырской оградой. Из любых пустыножительств они затем удалились в непроходимый лес на реку Сору за 15 верст от монастыря. Здесь они водрузили крест, выкопали колодец и поставили себе кельи отдельно по образцу скидских пустыножителей. С большим трудом на болотистой местности была устроена церковь. Отшельники вели суровую жизнь. Предвидя свое представление, преподобный Нил послал святого Иннокентия на реку Нурму и предсказал ему, «Бог тебя прославит там, и обитель у тебя будет общежительная. Моя же пустыня после смерти моя останется такой же, как при моей жизни. И братья по одному будут жить в своих кельях». По представлению преподобного Нила, его святой ученик ушел в Вологодские пределы в 1491 году, поставил келью на речке Еди, подавшей в реку Нурму. В скором времени к нему стали собираться ученики. Следуя завету учителя, преподобный Иннокентий ни у кого не спрашивал вкладов. Тридцать лет трудился преподобный Иннокентий в устройстве монастыря. На основании творений святых отцов, особенно писания и преподобного Нила Сорского, он оставил для братьев наставления. Преподобный Иннокентий завещал прежде всего избегать ссор и споров и просил хранить любовь о Христе и мир духовный. Святой запретил принимать и постригать в своей пустыне юных и безбородых иноков, вводить в пустынь женщин. Выходивший из пустыни инок терял право на келью, а если возвращался, то мог занять ее лишь в согласии настоятелей и братьев. В будущую церковь преподобный просил осветить во имя святого великого Иоанна Предтечи Крестителя Господня, воспоминания третьего обретения его честной главы. Ибо святой Иоанн, наставник всем инокам и пустыножителям, в дальнейшем монастырь стал называться Преображенским по главному храму. Скончался преподобный Иннокентий 19 марта 1521 года. Согласно завещанию, он был погребен в углу монастыря, близ болота. На могилу его был положен камень, на котором записан год, месяц и день представления. Богу нашему слава! Во веки веков! Аминь! Просим, приходите, подписывайтесь, будете регулярно получать с нашего канала.